А как бы я вот там-то поступил, перебираю список из событий, боролся бы и выплавлял тротил, врагам устраивал побоящие пытки, не я один, но знаемая мною, все так же на додворке жмутся робко, с Адамом, с Авелем и с неутопленником Ноем не вылетел бы из ковчега пробкой. У совести весь арсенал в запасе. Как слышать голос Божий и решения? Не приблизительно, но точно, четко, ясно. Сорвайся с Авраамом, как отшельник. Как поступить, не заплутать в потемках, когда Евангелие Библию не встретил? Свет паутинкою в сознании пусть не тонет. За что же ухватиться при цунами крепко? Тогдашний там, среди Магометан, Аллах Акбар орал бы с Магометом, и в христиан стрелу и меч метал, девицу пленницы заранее приметив. Уснувший разум, кто бы пробудил и совесть пристыдил бы и Коранам? С башкой в щелме сбесившийся дебил неистово крушил святые храмы, брил голову, гордился многоженством, баранину-конину жрал при звездах и не страшился смерти, спал на жестком, не знал молитвы к Иисусу слезной. В руках, имея Библию и свечу, гипотетически примериваясь к прошлым, сумел бы вырваться к Христу, покинув чум и под столом собрать святые кружки. Ко всем изгоям тропку протарить, святыстины евангельски доставить, расслышать бы о помощи их крик, зажечь светильник, раскрывая ставни 26 октября 2006 года.